На импровизированной выставке старинные мотоциклы и автомобили госавтоинспекции соседствуют с современными, оснащенными по последнему слову техники машинами. Причем экспонаты трогать можно, чем и пользуются ребятня, пришедшая на открытие автогородка. Здесь же для них проводят небольшую экскурсию. Будут применяться звуковые сигналы, которыми оборудован современный автомобиль ДПС. Там есть специально громкоговорящее устройство, в которое инспектор подает команду. Водитель, справа, остановка. Глава округа Дмитрий Абаренов вместе с начальником управления госавтоинспекции главного управления МВД по Московской области Виктором Кузнецовым и заместителем председателя правительства Подмосковья Ириной Коклюгиной осмотрели детский городок, превратившийся в этот день в один большой островок безопасности. На открытие городка собрались воспитанники детских садов и общеобразовательных школ города Видное. Многие из ребят являются юными инспекторами движения. Но, взяв слово на церемонию открытия автогородка, заместитель председателя правительства Московской области Ирина Коклюгина отметила, что важная роль в воспитании правильного поведения на дороге отводится родителям. Я сама родитель, у меня трое детей. Здесь важно понимать, что безопасность наших детей в наших руках. Почему? Потому что это тоже образование. Образование, оно везде, оно не только в школе. Каждое утро, когда вы водите ребенка в школу или в детский сад, ведя его за руку, каждый раз останавливаются перед пешеходным переходом. И как мантру, я не знаю, со мной так моя мама проговаривала, я так проговариваю со своими тремя детьми. Маша, мы останавливаемся, смотрим направо, смотрим налево. Даже если загорелся зеленый свет, мы все равно смотрим по сторонам и ждем, пока остановится машина на пешеходном переходе. Открытие автогородка в Центральном парке города Видное стало еще одним важным шагом в деле пропаганды среди детей и подростков правил поведения на дороге. Во многих детских садах округа есть подобные детские городки, где сотрудники Ленинского ГИБДД проводят выездные уроки. Но оснащение этого и богаче, и интереснее. Мне очень приятно, что мы начинаем заниматься с детьми именно вот в таком возрасте, потому что потом уже может быть поздно. И то, что сегодня существенно снижается смертность на дорогах, это заслуга и Виктора Владимировича правительства, и вас, дорогие родители. Спасибо вам огромное. Нет ничего дороже жизни наших детей. К сожалению, полностью победить детский травматизм на дорогах пока не удается. С начала года в Ленинском городском округе произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Тем не менее, цифры год от года снижаются. И этот автогородок – еще один из способов повлиять на печальную статистику. По поручению губернатора Московской области Наревича Рабьева открываются автогородки для обучения практических навыков детей безопасности дорожного движения. И в ближайшее время я уверен, что будут открыты практически во всех городах Московской области. Подобные мероприятия призваны не только еще раз напомнить детям о важности соблюдения правил дорожного движения, но и показать, что сотрудники госавтоинспекции на дорогах – помощники и друзья. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.